я приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут елена новолуние 2 октября время обретения гармонии веками луна украшает ночное небо привлекая внимание своим нежным светом вдохновляя поэтов и писателей она символ таинственности влюбленности а для романтичных людей еще источник вдохновения существует ночи когда естественный спутник нашей планеты не виден на темном небе это особенное время зовется новолунии периодом когда ночное светило полностью скрыто в тени и практически незаметно для наблюдателя однако но по-прежнему оказывает на нас сильное влияние которое нельзя игнорировать поэтому очень важно провести 2 октября правильно соответствует советами и рекомендациями что принесет нам октябрьской новолуния астрономической новолуния произойдет вечером 21 51 знаки весов однако его энергии будут ощущаться на протяжении всего дня особо чувствительные люди могут остаться под влиянием этого явления и на следующие сутки как и предыдущий месяц и время новой луны предоставит вам возможность оставить позади сложности и переживания освободиться от негативных энергий но он также станет для вас периодом обретения взаимопонимания с окружающими людьми и избавление от связей которые не приносят ничего кроме переживаний и усталости энергетика созвездия поможет по-новому взглянуть на ваши взаимоотношения с окружающими том числе с близкими людьми заметить то что раньше выпадало из поля вашего зрения найдите время чтобы проанализировать происходящее и вы найдете причину недопонимания конфликтов это позволит присмотреть свое поведение или принять некий факт который поможет достичь гармонии между деловыми партнерами членами семьи и любимым человеком в эту пару вас может посетить только сильное желание сменить обстановку завести новое знакомство сделать решительный шаг который изменит все однако не стоит торопиться идти на поводу эмоций ограничьтесь планированием будущих перемен поскольку время новолуние негативно влияет на процессы происходящие в организме а жизненная энергия находится далеко не на максимуме активные действия не принесут вам желаемого удовлетворения как провести это новолуние день может сопровождаться неприятными эмоциями такими как тоскливость без причины беспокойство слабость и подавленность это связано с нехваткой энергии так как больше ее часть была потрачена на обновление поэтому исключите повышенную активность не уделите больше времени занятиям помогающим восстановить силы это могут быть не торопливые прогулки на свежем воздухе различные водные процедуры включая посещение бассейна или аквапарка а также дыхательные упражнения и йога новолуние весах пробуждает людей вдохновение поэтому найдите время для созидательной деятельности возьмите в руки краски займитесь легкой лепкой или вышиванием или попробуйте себя написание стихов даже если результат окажется далеким от идеала творческий процесс поможет вам привести в порядок мысли подарит новые идеи и поспособствует восстановлению жизненных сил проанализируйте свои планы и задачи и время чтобы побыть в одиночестве и подумайте о том какие цели перед вами стоят в данный момент запишите их на бумагу начиная от самых важных и обозначьте сроки которые отвели себя на выполнение задуманного внимательно посмотрите на этот список возможно вы захотите что-то изменить или передвинуть убедитесь что вы не задали для себя слишком активный темп переутомление отнюдь не поспособствует вашей продуктивности заведите дневник записывайте в него все ваши планы и мечты а также действия предпринятой для их достижения учитывайте даже небольшие шаги такие как чтение нужной литературы или регистрация на мастер-класс это поможет вам отследить свой прогресс скорректировать намерение а также повысить уверенность семьи на волоне отличное время для медитации вы можете выбрать любой удобный для вас вариант к примеру включить спокойную фоновую музыку который поможет вам очистить сознание взять в руки кристалл подходящий вам по гороскопу или по другим признакам расположиться напротив зажженной свечи энергии царящие в эти сутки хотя трудны для восприятия однако помогают лучше понять семья ощутить целостность и почувствовать себя частью огромного мира который вас окружает также можно сделать расклады на таро время наиболее близкой к астрономическому новолунию является идеальным чтобы получить важный совет или узнать что-то что поможет вам в будущем запреты новолуния время новолуны может принести не только удачу но и разочарование поэтому важно знать какие действия не принесут вам пользы и их избегать так в эти сутки нежелательно выполнять действия требующие повышенной концентрации внимания в особенности управлять транспортным средством если вы не являетесь опытным водителем кроме того в новолуние нельзя употреблять спиртные напитки проводить собеседование устраиваться на работу спорить выяснять отношения грустить тосковать осуществлять плановые или косметические операции отправляться длительные путешествия тратить деньги а также одолжить их или занимать делиться планами с окружающими проводить семейные торжества традиции новой луны время когда ночное светило становится невидимо для наших глаз является особенно у многих народов кто-то верит что в этот период особенно активна нечистая сила другие убеждены что настает пора обновлений начала новой жизни кроме того этот магический период нашел отражение в культуре разных народов в китае во время новолуния принято очищать пространство как на физическом так и на энергетическом уровне чтобы впустить в дом положительную энергию в индии новолуние является началом нового месяца поскольку стране помимо солнечного активно используется и лунный календарь это время предназначено для почитания предков также день нового на является ключевым для определения многих календарных праздников в религии века время новолуния предназначена для медитации обретение себя сам анализа индейцы америки называют это время темной луной и считают лучшим для новых начинаний магии новолуния время когда луна энергия обновляется является лучшим для проведения множества магических ритуалов приступать к ним следует спокойном и расслабленном состоянии освободив сознание от мрачных мыслей и переживаний в эту пару сильные эмоции могут вам навредить поэтому перед тем как приступать к практике примите душ или ванну чтобы смыть весь накопленный негатив также позаботьтесь чтобы вас никто не отвлек останьтесь комнате полном одиночестве отключите телефон привлекаем достаток в течение всего дня нужно сделать следующее возьмите стакан воды опустите туда три монеты разного достоинства поставьте на подоконник и трижды скажите как светлая вода мощным потоком течет несется так и в мою жизнь денежная энергия льется тебе луна в рост пойти и округлиться а у меня денежкам всегда водится по всегда моем кармане будут деньги медные серебряные золотые истина далее оставляем так стакан до вечера далее выньте монеты а воду выплесните на землю денежки просушите уберите кошелек отдельно от остальных не тратя их минимум месяц до следующего новолуния привлекаем удачу этот несложный ритуал проводится после наступления темноты также возьмите стакан чистой простой воды поставьте на подоконник чтобы невидимая пока луна зарядила жидко своей энергией сами встаньте рядом и скажите луна юная народилась а ко мне назовите свое имя удача возвратилась дай мне боже везение и счастье не во вред а для добрых дел быть посему после произнесения этих слов сразу ложитесь спать оставить стакан на подоконнике разговаривать ни с кем или заходить в социальные сети нельзя на утро обязательно до рассвета выпейте заговоренную воду очищение пространства чтобы освободить место для положительной энергии которая обязательно придет новым луном месяце приготовьте травяной настой мяты зверобоя и ромашки смешав их в равных долях пока растение настаивается зарядите жидкость своей энергией светлыми намерениями а для этого расположите руки над емкостью и направьте в нее энергетические потоки из центра ваших ладоней спустя 30 минут процедите настой и добавьте его воду предназначенную для уборки обрызгайте все окна пороги а также входную дверь после чего протрите все поверхности какие есть в доме затем проветрите помещение чтобы впустить энергию обновления если вы также чувствуете подавленность и упадок сил после ритуала приготовьте себе травяной чай с этими же растениями и выпить его медленными глотками